С вами Фиджеральд и сейчас будет стрим, стрим который пройдет в рамках фасткапа 15-132 и замечательные такие коллективы у нас столкнутся как Атрия и ИТФ. Знаю оба коллектива, оба коллектива очень сильные, очень мощные и готовы себя проявлять по полной программе. Ну, представим команды, пожалуй, Атрия Гейминг будет играть на команде Силы Тьмы и команда ИТФ или In The Flame будет играть на стороне Сил Света. Начинается у нас стадия драфта, достаточно спокойно, постоянные баны Тимберсоу и Вайда я вообще наблюдаю практически во всех командах, это очень частая тенденция, а почему бы и нет, собственно. Ну вот, также Рикки Мару с Дроу Рейнджер отправились в бан и Атрия сразу же забирает Веншфул Спирит. Да, Рикки Мару хороший бан против Атрия Гейминг, знаю я как там играет один молодой человек, It's My Time, который наваливает этим героям ну просто безумно. На самом деле это очень классно наблюдать за то, как реализуется вообще этот саппорт по максимуму, который слабину никогда не дает, именно в реализации It's My Time. Вот даже сравнивая про геймера, такого как Леша Березин, который играет сейчас в Вега Сквадрон, на самом деле даже у него Рикки Мару не так смотрится эпично, как например It's My Time. На полном серьезе вам говорю, понаблюдайте за его играми, посмотрите как играет этот молодой человек, заходите на мою группу, смотрите там, заходите в СЛТВ, там вы все найдете, действительно очень сильный потенциальный игрок, который возможно в ProDot будет себя реализовывать по полной программе. Ну и так смотрим, продолжается у нас стадия драфта, очень интересные пики, Эрд Шейкер и Винтер Виверна. Очень необычный на самом-то деле, не знаю я с чем это связано, Виверну уже давно мы не видели вообще во всех Pro-играх, и это наверное самый редко пикающийся герой. И поэтому достаточно странно сейчас смотреть на него, но мы увидим, увидим, будет ли это резонно, что его пикнули или же нет. Все-таки этот герой объективно сильный в лейте, и даже против некоторых героев он смотрится, вот например Лондруид, который был пикнут командой Атреогейминг, в принципе Виверна может зафокусить самого Мишку Вызывателя, и в принципе Медведь там может ему накостылять очень неплохо. Но в принципе все это конечно же в идеальном раскладе, сказать, что будет так красиво нельзя. Но в принципе в общем итоге смотрится это безумно круто. Эрд Шейкер опять же интуитивный герой, неизвестно пока для чего он был пикнут ферст пиком, идея пока мне не ясна, но есть какая-то возможно заготовочка. Определенная у команды In The Flame. Также банят Алхимика вместе с Терраблейдом. В принципе достаточно интересные баны, мне пока непонятные. Ни разу не видел, чтобы Атре играла на таком герое как Терраблейд. В принципе Джиггернаут смотрится достаточно агрессивно, достаточно хорошо и в принципе смотрелся бы он отлично, если бы конечно же была возможность в дальнейшем его как-то продвинуть. Но если бы он другит, зачем вообще Джиггернаут? Ну ладно, Тинкер также отправляется в бан, а Триогейминг не хотят видеть этого героя. В принципе резонно. Очень отлично вообще в последнее время проявлял себя в продоте этот герой. Ну и сейчас мы узнаем, определится ли как-то вот именно стратегическая оболочка команд. Ну вот посмотрите, In The Flames пока мне непонятна идея. Есть Виверна, есть Шейкер, а что дальше? Что под них? Как бы есть конечно пул определенных героев, которые смотрятся с этими героями относительно агрессивно и ну в принципе хорошо. Будет ли это так? Пикается Слардар. Amplified damage и различные какие-то вот такие идеи будут проглядываться хорошо. Но пока мне непонятно на самом-то деле. Слардар выходит как Кэрри и Шейкер вместе с Виверной саппортом, либо Шейкер пойдет в харду. Да, пока очень сложно о чем-то говорить на самом-то деле. Сейчас посмотрим как ответит на это Атри Гейминг. Эта команда себя уже зарекомендовала, очень даже прилично зарекомендовала. И можно сказать, что она является достаточно фаворитной командой. 94 на 21 у них винрейт. Выиграли они 7 лигу. Очень хорошо себя проявили в свое время. Ну посмотрим будет ли продолжение этого проявления. Дазл пикает с командой Атри Гейминг. Хороший пик вместе с лондруидом. Физд дэмэдж от Шадоу Вейфа. Сколько же он там наносится? Ну 140. В принципе по крипам проходя нормально так. Проходит урона. Лайфстилер Слардар. Знаменитая комбинация. Минус армора. Дезоляторовый лайфстилер смотрится прилично. Учитывая, что лондруида грызет несомненно хорошо. Нужно сейчас как-то эту комбинушку продумывать ребятам с команды Атри Гейминг. Потому что нужно будет как-то решать проблемы, которые вполне возможно возникнут. Лайфстилер будет фармить. Фармить очень долго. Зная In The Flames команду. Они достаточно сдержанно себя ведут. И после этого нельзя говорить, что будут у них какие-то проблемы. Хускар. Хускар отличный пик в этом отношении. Но Хускар хорошо от Magic Damage защищен. А как танк только в лейте он рассматривается очень сильно. Но видел я, как Evil Geniuses справляются с этим Хускаром. Это был очень мощный Хускар, который раздавал налево-направо и убивал даже Сларка. Конечно же, не без помощи своих тиммейтов. Несомненно. Но здесь тиммейты такие же сильные. Посмотрите. Лон Друид, Венжи Фу Спирит, хороший станы, есть свапы. То есть можно создавать какой-то спейс. И все это будет зависеть лишь от того, насколько команда А3А Гейминг сейчас продумает свой путь развития событий. Если они все-таки размеренно и красиво смогут сыграть и отыграть на 100% по своим, конечно же, меркам, то тогда они смогут выбиться в люди сейчас и выиграть эту битву. И битва, можно сказать, это двухшаговая. Сейчас этот фаскап идет у нас в рамках всего лишь четырех команд. И сказать, что это будет определенно эффективно нельзя. Ну вот, ИТФ против А3. Сейчас Лид 900 против ИДЖИ будут играть против друг друга. Потом один из этих команд, одна из этих команд будет выходить в последующий финал и будет борьба в следующей игре. Мы, конечно же, будем ее освещать и посмотрим, как будут себя команды непосредственно проявлять. Вот мы будем видеть уже все это непосредственно, исходя уже из самой игры. Смотрим дальше. Банится у нас Сларк. В принципе резонно, но не думаю, что был Сларк Медовый. Я думаю, даже здесь Хускар пойдет в мид. В принципе, Хускар Медовый очень сильный. Либо Лондруид пойдет в изи-лейн вместе с Вингой Дазлом, Хускар пойдет на хард-лейн и остается всего лишь в мид-лейнер. И кто же это будет? Забрали в бан Шторма, ребята из А3. Это, скорее всего, будет сейчас мид-лейнер. Возможно, это будет какой-либо такой достаточно мобильный герой. Возможно, это будет Квапа. Может быть, мы увидим Виндрейнджер. В принципе, сюда бы и Темпларка зашла, я считаю, со своим дэмэджем. Тем более, у нее дэмэдж, насколько мы знаем, очень сильный. Ждем пика. Ждем, когда... Пикнет команда Atria Gaming. Закрывающий пик имеет In The Flames. Кого они выберут, пока мне неизвестно. Будет видно непосредственно уже из стадии. Нынешние минуты еще, конечно же, имеет Atria Gaming для того, чтобы продумать свой возможный пик. Интересно, я прям задумался. Кто же зайдет Atria? Потому что, в принципе, Квапа тоже неплохо заходит. Но ей нужна будет какая-то помощь в миду. Еще мид-лейнер неизвестен In The Flames. И они должны подобрать такого мид-лейнера, который хорошо бы сочетался с их героями тоже. Не забывая уже о том, что нужно самому отстоять удачно лайн. Ну и это будет, конечно же, интересный сюрприз сейчас для всех нас, кто смотрит этот стрим. Подписывайтесь на StarLadder. Обязательно заходите к нам. StarLadder очень хороший проект для начинающих и вообще для продолжающих дотеров. Сейчас он актуальным становится, конечно же, не сравнивая его вместе с International, который, простите меня, имеются совершенно другие корни. Ну так, не имеет значения. Пак отправляется в бан, Atria Gaming. Точнее, в пик. Очень интересно. Пик пака. Смотрится неплохо. И в перспективе в развитии событий будет очень сильно. Урса, Warrior. Пикается команда In The Flames. Вот это поворот событий. Кто будет в мид? В интервью, верно? Лайфстиллер? Даже непонятно. Но, скорее всего, лайфстиллер выйдет в мид-лейнер. Будет там стоять и должен будет стоять его удачно. Посмотрим, пойдет ли эта стратегия одной из команд. Пожелаем им, прежде всего, удачи. И пожелаем красивой доты для наших телезрителей. Точнее, стримозрителей. Ну и тех, кто вообще наблюдает за мной, наблюдает за StarLadder'ом. И кто сейчас играет. Пока посмотреть на пике можно сказать, что определенная идея у команд есть. Есть отличная у ETF есть Burst. Урса, Warrior, сейчас закрыв этот пик, сказал ребятам, что придется им попотеть. Но жадный пик. Жадноватый. Всем нужны артефакты. Всем нужна какая-то оболочка для того, чтобы разбивать лицо сопернику. Но есть Мишка, который все это может очень быстро законтрить. Ну, посмотрим. Все это, конечно, всего лишь рассуждение. Здесь много взаимодействий. Шейкер, например, очень неплохо так может вообще в файте Мишку зафокусить. И это будет очень сильный Мишка. Так же, как под Amplified Damage'ем, когда залетает Урса туда. Будет тоже очень больно. Очень больно. Ну ладно, пока представим команду. Пок Слава будет играть на Слардаре. В Интер Виверна. Эндрю Лин. Десант будет играть на Лайфстилере. Рерам Мьют будет играть на Эрд Шейкере. Эрд Шейкер вообще достаточно интересный герой. Давно его не видели. Я помню, как Дэнди разрывал на части в Мидлейне этим Шейкером. Ну да ладно. Confine in Me будет играть на Урса Вориера. Это команда ИТФ. Коллапс отыгрывает на Лондруиде. Так же Лип будет играть на Венжифул Спирит. Кридос будет отыгрывать на своем Хускаре. Ну, в принципе, сигнатурный герой. Так же на Дазли будет It's My Time. Хороший саппорт. И Алик играет на паке. Показывал он уже свою игру на нем. И показывал он ее удовлетворительно хорошо. Ну, это команда Атреогейминг. Тоже пожелаем им удачи. И надеемся, что будет красивая игра. Ну, прогноз 35 минут, не больше, в принципе, будет длиться игра. Мишка, я думаю, выфармит свое. Смотрим, и Хускар идет пока на нижний лейн. Ну, сюда стягивается определенно вся команда. Кроме Коллапса, который будет фармить на своем Лон Друиде. Тоже он частый пик от команды Атрия. Вообще, у них пул достаточно интересный. И очень много героев, которые, в принципе, владеют Атрия. Надеемся на то, что в ProDot они выйдут. У них очень хорошие скиллы, очень большие шансы. Они показали против многих команд себя очень хорошо. И надеемся на то, что именно эта команда будет показывать себя в будущих играх достаточно хорошо. Ну, посмотрим, как справятся сейчас команды ИТФ. Нужно им себя здесь проявить. Хотят отжать руну. Отлично здесь зоны. Скорее всего, Хускар здесь умирает. Цепляет его десант. Кридос здесь умирает 100%. Отличный вейв. Но не выживает здесь. Хотя десант, может быть, умрет здесь. Сгорит ли... Также здесь подцепили Дазла. Что делает эта команда, непонятно. Бежит, бежит. It's my time. Хватает у него... Да, убежит он все-таки. От шейкера нету манны. Продолжает также здесь Алик настреливать. Но десант здесь спокойно так уходит. Да, это будет лайфстиллер, который будет стоять в миду. Вместе с помощью шейкера и интервиверной. Не стоит здесь наглеть Дазлу. Может он здесь подстрять. Вон Друид переходит на нижний лейн. Вероятнее всего продумали они, что гораздо проще будет со Свардаром стоять этот лейн. Ну и Хускара поставили вместе с Венджевл Спирит против Урса Вориор. Что будет достаточно проблематично для Урсы. Урса в начале не всегда такой сильный герой, как кажется. Стан начинает настакивать. Ну, ТП. ТП сбить нечем, нету Стана. Уходит отсюда Урса, но тратит очень много времени. Первый левел всего лишь. Сюда приходит в интервью верно. И ставится пауза. Подождем. Спасибо. 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 Во время ожидания хотелось бы немного обсудить вообще противостояние Лайфстилера и Пака в Миду. Это очень интересное, на самом деле, противостояние, учитывая тот факт, что, ну, будет достаточно проблематично стоять Лайфстилеру, по идее. Но, опять же, это все, на самом деле, под вопросом. Лайфстилер тоже неплохо должен стоять. Ну, видим, три крипа, 3 на 3, 4 дэная также имеется у Пака. Это очень хороший показатель, учитывая, что хватает у него дэмэджа на то, чтобы раздавать по крипам именно урон. Ну, и Мишка стоит пока очень даже хорошо. Берет он свой фарм и старается даже дэнаить крипов, но не всегда удачно. Мишка здесь, конечно же, будет великолепно стоять. Говорят, возможно, что нужно поменяться лейном. Лейнап очень плохой. Да, здесь Урса Ворьер вообще просто невероятно тратит время. Бегает пешком, первый левел. Да, вот, передислокация проходит. Сейчас будет ходить отсюда Свардар. Нужно как-то реагировать этой команде на Атрия, также не давая при этом Мишке определенного блока. Иначе это будет очень плохо. Вот, ну и продолжается как бы здесь такое противостояние. Будет ли как-то здесь получать Урса теперь свое недостающее звено. Вот, именно в фарме. Посмотрим, здесь также имеется Шейкер вместе с Интервизерной. Будет очень тяжело Лондруиду теперь стоять. Потруднее. Нужно свапаться, я думаю. Иначе здесь Лондруида зарежут. Идет сюда Свардар, в Инвизе второй левел. Урса получает свой фарм. Нужно свапаться, ребята. Атрия, вот срочно прям. Коллапсу нужно уходить отсюда. Иначе не дадут здесь ему фарма вообще никак. Амишке, как мы знаем, нужен фарм. И вот мы видим Гуля пока что в Миду вместе с паком стоит пока неплохо. Получает свой фарм. Получает достаточно хорошо. Здесь же Свардар в Инвизе получает третий левел. Видит. Да, зло. Ну, продолжения здесь нет. Не хватит дэмэджа просто элементарно. Идсмайтайм перетягивается на низ. Да, будет свап. Правильное решение. Но, блин, довольно-таки долго принимаемое. Нужно как-то это решать. Перетекает сюда, конечно же, коллапсу. И кридос идет на низ. Исмайтайм подстрял. Очень больно ему. Находят его здесь. Закрывают. Сюда же приходит кридос. Закрыли даже, мне кажется, рама. Небольшой пролаг. Отлично шалоу грейв. Сюда же приходит эллип. Отлично здесь про... Убивают артшейкера. Здесь же, скорее всего, урса. Нет, урса не догорает. Забирают дазл, но также забирают винтер виверну. Два в одного размен. Очень удачный для команды Атрия. Сравниваю счет. Два-два. Великолепный выход Хускара. Очень вовремя он сюда приходит. Ну и вот он, Мишка, опять на фрифарме стоит. 591 голда. Отличная игра. Кридос очень вовремя стягивается на лей. И вот эта проблема, когда урса вориер будет метаться туда-сюда, не получая при этом определенного фарма. Это проблема. Это хорошая проблема для Атрии и очень невыгодная для команды ИТФ. Ушел опять. Медведь стоит против медведя. Прокует. Прокует корни. Будет дальше дэмэдж разносить. Отлично. Отлично. Коллапс везет. Парни. Да, вот. Хускар остается один на один с отшекером. Очень невыгодное положение для шейкера, потому что очень много импакта вообще вносит здесь Кридос. Просто с ровного места почти все сжег здесь. Так, лип. Позиции нет. Не выходит. Очень больно шейкеру. Шейкер на первом левеле. Первый левел шейкер. Господи. Как же больно ИТФом. Так, стан Кридос. Немножко поднаглел. Но пора разваливать кабинет. Возможно. Есть подхилл. Подхилл тратится. Приходит сюда лип. Небольшой пролаг. Забирает очень быстро Веджи Фул Спирит с Лордар. Отличная игра. Великолепное понимание. Также там Урса Вориор немножко подстрял. Приходит сюда. Мишку забрал. Так. Там же Винтер Виверна. Наверху была забрана. Уходит отсюда Урса Вориор. Еле живой. Ну и пока только у Лайфстилера все хорошо. Лайфстилер чувствует себя пока вообще без напряжений. Но все остальные лайнинги были немного провальны для команды ИТФ. Учитывая тот факт, что там еще Мишку подцепили немного. А скорее даже подцепили Шейкера. Но у Шейкера есть от спам. Можно уйти спокойно. 800 голды Лондруидов. Будет выходить в Мидас, конечно же. Мидас будет достаточно ранний. Но опять же, по Нетворцу он не самый топовый. Значит, есть какие-то проблемы. Но вот он Урса. Вообще. Не к куче идет. И без фарма лучше бы ушел в леса. Так, Алик здесь уходит. Десант выживает буквально-таки на лоу хп. Уходит отсюда. Но приходит сюда очень во время Веджи Фулл Спирит. Забирает себе этот фраг. Ну, также здесь подстрянет Винтер Неверна. Очень ей больно. Отлетает отсюда. Шалов Вейв. Так. Но нет. Сюда сразу же две тпшки. Ай-яй-яй. It's my time. Нужно бежать. Нужно бежать. Ну, получает только одну тычечку. Не успевает здесь Эдшок раздать Урса. Ну и, в принципе, все ровненько. А два тп на мид умирает пак. Отличная игра от команды ИТФ. Но очень вовремя пришел гип. Либо большой плюс. Оставили коллапсы вообще на фрифарме. Это очень большая проблема. Учитывая, что не забывает Атрия про мид. Это очень правильные вещи. Правильные мувы. Тут же и Хускар, который раздает Свардару. И не давая ему вообще фарма. Никакого. Хускар, шестой левел. Может спокойно залетать уже на Свардар. Свардар, пятый левел. Пока не имеет Amplified Damage. Это очень плохо. Потому что сейчас Кридос может изничтожить просто этого господина. Влетая в него на ультимативной способности, конечно же. Ну и почти спушил он вышку. Здесь же на миду. Такое же противостояние. Здесь три героя у Атрии. Сюда выходят на Кридоза. Есть Confident Me. Да, здесь будут забирать Кридоза. К сожалению для него. Он отсюда никуда не уходит. Отлично. Свардар забирает себе этот фраг. Очень нужный для них фраг. Давая при этом 332 голды у Ускара. Теряет он эти денежки. 179 голды потерял. 6-3 подрил. Не выгодно. Не очень выгодно. Здесь же Дазл. Дазл. Отличный. Пойзон. Но здесь имеется Урса. Вориор, который будет очень силен. Алик подходит сюда. Отлично. Шаллогрейв. Здесь же попытался Урса зафокусить. Будут ли бить дальше Урсу. Отличный ультимейт от пака. Подхил есть. Нужен Сайланс. Сайланс пока не имеется. Нужен стан. Последняя тычка. Долетает. Забирает. Очень быстро. Лип. Тут тот же может подстрять. Амплифай дэмэдж. Эрд Шейкера забрали. Сайланс. Алик продолжает бороться. Бежит на арбе сюда. Будет возможно цеплять Слардара. У Слардара нет возможности дать стан. И будут скорее забирать. Будет. Хватит ли дэмэджа? Дэмэджа просто элементарно не хватает. Пак. Отсюда уходит на шифте. Все нормально. Ну и у Мишки в это время появляется уже долгожданный Миндос. Что делает этот Алик? Господи. Последняя тычка залетает. Алик забирает. При этом возможность уйти у него имеется. Не имеет здесь фиссуру. Эрд. Боже. Здесь очень большую ошибку совершил на самом деле Алик. Но Алика еще и подхиливает. Сюда приходит. Даззл. Это невероятная игра. Также дали поизон и уйти. Все отлично. Все великолепно. Команда Атрия просто размонсили. Но Хускар в это время умирает на миду. Забирает при этом в соло его лайфстилер. Очень неудачно на самом деле вышло для именно Хускара. Но очень удачно для остальной команды. В принципе топ 4 на творца занимает ребята с команды Атрия. При этом отставание на 800 голды следующее идет. Но сейчас возможно Сардара как-то отпустят. Хотя зная Атрию и зная как они вообще особенно любят напрягать любую стадию лайнинга. И вообще любую линию переходить туда и бить. Это удивительно на самом деле. И очень хорошие мувы. Тем не менее по общему нетворцу. Да Атрия побеждает. Но там не критичное на самом деле лидирование. Посмотрим как будет проходить все дальше. Нужно дальше продолжать этого Урсу бить. И постоянно ему мешать. В позиции Кридос будет залетать 100%. Начинает разминать. Влетел на ультимейте. Очень больно Кридосу на самом деле. Здесь же Дазл. Отличный стан от Бенжи Фул Спирит. Отправляется Хускар. 217 ему голды в карман. И Урса попадает в таверну. На самом деле не было ТПшек. Это очень большая ошибка. Вообще ни у кого нет ТП. Было бы ТП было бы отлично. Но в это время забирает Пака. Для десанта еще один фраг. Это очень удачный фраг. Учитывая тот факт что нужно набирать ему преимущество. Мишка выходит на топ 2 нетворца. Но видим мы что противостояние здесь очень большое. На 1000 голды. Но на самом деле не так критично. Один замес удачный для команды Атрия. И будет очень большое преимущество. Коллапс. Видит. Отлично. Цепляют Коллапса. Будет ли продолжение? Продолжение нет. Да. Убегает отсюда. Очень быстро Коллапс. Возможно на развороте будет как-то бить. Десант в это время мид. Кускар низную линию пропушил. Эрдшейкер забрали в это время. Где он там умер? Непонятно. Аж в своем лесу. Каким-то удачным образом. И забрала его в Энджи Фул Спирит. Тут же конфайны мид цепляют. Попытался он здесь как-то разбиться. Но два их фокусить очень сложно. Алик сюда подходит. Отличный Дрим Коил. Да, убивают Урсу. Не очень хорошая фиссура. Но отойти. Отойти Атре. Забрали Мишку. Все хорошо. Ваш Мишка фармит. Здесь его как бы очень сложно забрать. И у вас все пока удачно. Нужно бы еще забрать Лайфстилера, который на фрифарме. И тогда вам голдишка неплохая упадет. Так скажем. У него 5-1 счет. Это очень удачный счет. Но нужно его фокусить. Нужно помнить о нем. Помнить, что он вгрызается. Что он делает очень больно. В любой стадии игры. Нельзя об этом забывать. Клитос продолжает бить. Клипочка продолжает также фармить. У него топ-2 Нетворса. Идет он топ-3 Нетворса. Идет он достаточно неплохо. Мишку вот здесь уже немножко начинает поднапрягать. Можно ему уходить уже в леса. В принципе, это резонно. Да, он так и делает. Возможно, пойдет подфармивать леса. Клитос тут же. Нетворс себе зарабатывает. Ну и пока что два вот этих персонажа зачем-то в ниду стоят вместе и фармят. Непонятно зачем. Ну да ладно. Это, в принципе, дело каждого. Медведю нужно очень хорошо фармить. Иначе сейчас, ну, неудачно может выйти для него. Это также и Слардар здесь получает определенный. Прокойт баш по мишку. Да. Прокойт. Ой-ой-ой, как больно. Выход сюда. Ну, приходит сюда Клитос. Здесь это минус. Слардар заигрался. Отличная игра. Перетянулись очень вовремя. Сюда ребят с командой Атрия. В это время пока все спокойно на карте. Фармит Урса. Ему, конечно же, нужен фарм. Только фазы он имеет. А это уже 12 минута. Он, по идее, уже должен иметь какие-то артефакты. А по сути, он их не имеет. Ой-ой-ой, Алик здесь подстрял. Ну, здесь он уйдет. Да, мы знаем, что Пака очень тяжело вот так вот просто на станах поймать. Даззл забирает Винтер Виверну наверху и забирается вышка. Виверну тут Кридос просто влетел в нее и, наверное, распотрошил просто. Виверны ультимативной способности пока нету. Очень ей больно. Пака появляется, Блинк Даггер, теперь он еще более мобильный. Перетекает сюда команда ИТФ и, возможно, будет какое-то противостояние. Ну, нет, уходит отсюда очень быстро команда Атрия, Смоук и со Смоковым уходят отсюда. Правильно делают. Даггер приобретает пак. Будет теперь еще более мобильный, еще более быстрый, еще более неуловимый. Посмотрим, как он себя будет проявлять теперь уже с Даггером. И выход, возможно, какой-то будет сейчас от команды Атрии. Варды, отличный Сентриак, забирает здесь Апсервер. В Миду пока никого не видят. Да, здесь чистенько, такой прогулка. Романтика случилась для команды Атрии. Но ничего они особо здесь с этого не получили. Продолжает фармить у нас Лайфстиллер. Получает он свои артефакты. Возможно, в саблю будет выходить. Это удачно, на самом деле, артефакты. Видим, Даззл здесь гуляет. На самом деле, наказывать нужно таких Даззлов за такую наглость. Ты не рекимару, тебе так просто здесь не постоять. Так, Даззл уже имеет ультимейт. Можно начинать что-то делать. Здесь же подходит Лайфстиллер. Возможно, будет какое-то продолжение. Кридос пока чувствует себя вообще спокойно. Ему плевать, что вы там вносите и что вы не вносите. Забирают Т1 еще Тауэр на лиду. Вот у Слардара появляется Блинк Даггер. Уже имеется какая-то именно начало реализации любого файта. И возможно, сейчас, именно сейчас, нужно будет Слардару выходить в эти файты. Нужно будет бить, влетать, мочить, разрывать, Амплифай вешать. Выходит пат. Возможно, будет цеплять. Есть Дрим Койл. Но сбить нечем. К сожалению, Слардаром не подцепить для команды А3. Хороший тэп-аут. Дрим Койл минус. Венжи Фулл Спири там должна была перетягиваться гораздо вовремя. Я не знаю, почему так долго она шла. Кридос. Нет. Кридос ничего не сделает здесь. Видят все. Ребята из ETF. Так. Десант. Будет ли свап? Нет, свапа нет. Есть уборка вардов, так скажем. Но подцепились здесь из Май Тайм. Очень он там неудачно вышел. Либо тоже будут цеплять лип в минус тоже. Очень неудачно. Кридос сюда влетает, но не очень удачно. Не имеет аликультимативной способности. Тут же зафакустили Кридоса. Улетает, улетает пак отсюда срочно. Есть даггер, нужно валить. Иначе тебя здесь распотрошат. Минус 3 от команды ETF. Отлично сыграно. Да. Не очень удачно. Кридос туда полетел. Саппортов потерял. Но почти убили десанта, как бы. Почти получилось. А в это время Мишка наяривает себе, зарабатывая при этом какие-то артефакты. 1700 отыграли при этом ETF. Очень сильно. Но Мишка разгоняется. Мишка уже расстояние от десанта до себя выформил достаточно хорошее. 800 голды всего лишь. Скоро появится Радианс. Ну как скоро? Но ранний Радианс. Достаточно хороший. Там же Баунти Руна. Отлично. Здесь борьба за Рошана. Лип подстрял. Ой-ой-ой. Здесь скорее подстрял Слардар. Неудачно очень здесь он сюда вышел. Били они здесь Урса Вориор вместе со своим соотечественником Биева Рошана. Но минус Урса Вориор. Также в таверну. Приходит сюда. Попытался подсейвить Эршейкер. Но Эршейкер здесь совершенно не представляет никакой опасности. Отдали Рошана. Ошибка большая. ТТФ. И отлично здесь сыграли Атрия. Очень вовремя среагировал Лип. Пришел туда и смог все-таки там сделать грязь. Рошана забрали. Очень большой плюс для Атрии. Видим мы графики в их сторону потихонечку спускаются. Там конечно ЭТФы себе заработали относительное количество. Ну не знаю я лайфстиллер. Сможет ли он вывести это. Учитывая тот факт, что будет ему тяжело соревноваться с медведем. Который уже расстояние до себя сократил практически по максимуму. И тут же и Кридос, который себя чувствует достаточно классно. Еще и Гиду имеет сейчас на руках. Ну посмотрим, как будет развиваться дальше ситуация. Очень хорошо здесь на самом деле. Дазл также работает. Постоянно хилит. Постоянно шалу грейфы. Единственное, есть микро ошибки, которые соблюдаются в Атрии. И они всегда соблюдались. Но эти микро ошибки должны справляться с опытом. Урса Вориор может подстрять. Есть Вард. Видит, что залез в крипа. Лайфстиллер. Точнее не в крипа, а в Свардара. Понимают все это и отходят, ребята. Надо отходить. Нельзя драться. Но все-таки решает Кридос драться. Кридос зацепили. Десант вылез. А зачем? Против этого Хускара вдвоем биться вообще не вариант. Собираются вместе в единую силу. Оба коллектива. 5 на 5. Сейчас будет драка. Сейчас будет стычка. Очень большая стычка. И эффект неожиданности. Пока что ни одной команды нету. Но есть Шейкер. Но Шейкер без Даггера нехорошо. Нельзя драться пока без Шейкера. С Даггером. Медведь отсюда улетает. Покупает Радиант. 17 минута. Нормально так. И уже прилетает сюда. Забирает вышку. Сражение начинается. Начинает бить друг друга. Лайфстиллер. Крито. Залетает сюда также Поксилава. Отличный здесь Стан. И также Простанил здесь очень отлично. И Рерам. Тут же забрали уже Винтер Виверну. Ну Урса здесь не живет. Совершенно не жилец. Также Ислордар отправился в таверну. Минус 3. На ровном месте. Шикарная игра. Даззл забрал себе Урсу. Просто великолепно. Чисто. Коридос. Ну да. Тут показал себя просто замечательно. Минус сторона. 100%. Не хватит сил. ИТФом отбиться. Лайфстиллер в соло. Ну просто не может затащить. Мишка тем более уже вышел в топ на Творса. Гуд гейм. Неужели это конец? Шейкер умер. Кура умерла. Забрал здесь Алик ее. Да. Это действительно гуд гейм. Велплейт. Команда Атрио побеждает. 18-ая минута. Очень быстро. Да. Не знал я, что мой прогноз не сбудется. 18 минут это очень быстрая игра. Поздравляем команду Атрио. Желаем будущим удачи. На следующем стриме мы будем смотреть их команду в дальнейшем. Ну и пожелаем ИТФом удачи. У них был хороший пик, но реализация была на нуле. Всего доброго, господа, кто смотрел. Надеемся на следующее чудо, следующей игры. Всего доброго.